Новости продолжает эфир канала Хабара 24. В студии работает Вера Захарчев. Здравствуйте. Сложная ситуация на казахстанско-каргызской границе. В районе пограничного поста Харасул скопилось огромное количество грузового автотранспорта. Водители вынуждены часами простаивать в километровых заторах. Оказалось, кыргызские дальнобойщики облюбовали местные автозаправочные станции, где дизельное топливо продается без ограничений. Говорят, из-за разницы в цене заправляться в Казахстане выгодно. Подробности у Григория Беденко. Подобной картины на границе двух государств не наблюдалось уже несколько лет. Пробка из больших грузов растянулась от поста к Карасу почти на 2 километра. Если подняться на возвышенность, то можно наблюдать такое и на нейтральной полосе со стороны Кыргызстана. Там автомобили стоят уже в обратную сторону. В чем причина, в пограничной службе не объяснили. Подобная ситуация дальнобойщиков, которые, казалось бы, уже ко всему привыкли, совсем не радует. Я сейчас ночью заеду, это хорошо. Долго стоим, долго. Стоять долго приходится. Я сегодня приехал в 9 часов где-то утра, вот до сих пор. Время уже сколько? 4 без 10. До сих пор стоим. Между тем, Министерством энергетики Казахстана уже разработан проект приказа о дифференцированных ценах на дистопливо. Причем они будут зависеть от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Говоря простыми словами, для тех же кыргызских дальнобойщиков цены станут выше. По данным пограничной службы Республики Казахстан, каждый день на территорию нашей страны заезжает около 4,5 тысяч единиц грузового автотранспорта. Из них 70% это иностранный транспорт. А низкие цены на казахстанских автозаправочных станциях способствуют тому, что среднемесячное потребление ГСМ вырастает примерно на 120 тысяч тонн. Сами кыргызские водители, а их здесь большинство, говорят, что в Казахстане заправляться намного выгоднее. Причина – существенная разница в цене на дистопливо. На территории Кыргызстана дизель продают по 65 сомов за литр. По текущему курсу это почти 372 тенге. У нас же цена составляет 230 тенге за литр. Мы же много заправляем, поэтому выгодно. Заправляемся мы в Курдай ездим. Цены различаются, да. 240 тенге, 260, кто-то 270 тенге здесь продает. Ну, пользуясь случаем. Пока по Казахстану едем, конечно, в Казахстан. Вот на первой заправке без ограничения давали, да. До Москвы то на 200 уходит. Если вот отсюда взять, например, заправимся, то на 200, то на 300 где-то выходит столько. В райцентре Курдай на сегодняшний день работает 15 заправочных станций. Дизель в наличии есть сейчас на всех. На некоторых его продают лимитировано. Максимум по 100-200 литров на одну машину. Но есть и заправки, где топливо отпускают без ограничений. Здесь постоянно большие очереди. Были замечены и тягачи без прицепов с кыргызскими номерами. Говорят, они выполняют своего рода функции бензовозов. Хозяева заливают полный бак и выезжают в Кыргызстан. И там продают топливо по местным ценам. В мае месяце в Курдай собираются депутаты двух республик. Также этот вопрос обсуждался, стоял на повестке дня. Но пока на сегодняшний день изменений нет. У нас нет никаких ограничений законодательно. Поэтому мы со своей стороны ничего поделать не можем с этим. Но мы считаем, что нужно поставить ограничения на вывоз ГСМ. Потому что сейчас у нас впереди идут осенние работы сельскохозяйственные. Впрочем, для агрария в Жамбылской области предусмотрена программа субсидирования. Дизельное топливо местные фермеры могут приобрести по льготной цене. Она составляет 211 тенге. Но для этого необходимо обратиться в районный Акимат. А там уже подскажут, как правильно оформить соответствующую заявку. К слову, в Курдайском сельском округе сегодня работают 27 крестьянских хозяйств. Григорий Беденко, Кинжи Амраев, Жамбылская область, Хабар, 24. Напомню, согласно дифференцированному тарифу, казахстанцы смогут заправляться дизельным топливом по цене не дороже 260 тенге за литр только при наличии техпаспорта, прав и других подтверждающих документов. А вот для иностранных авто планируют установить сумму в пределах 450 тенге и пересмотреть лимит. Публичное обсуждение документа продлится до 18 августа текущего года. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерюш раскритиковал нефтегазовые компании за жадность и призвал обложить их налогами на сверхприбыль. Вооруженный конфликт в Украине и последовавшие в отношении России экономические санкции усугубили нехватку нефти и газа и привели к росту цен на энергоносители в мире. Так, за последний квартал четыре крупнейшие энергетические компании заработали вдвое больше, чем в прошлом году. Подробности в международном обзоре. Крупные нефтегазовые компании мира, получившие сверхприбыль в условиях энергетического кризиса, должны облагаться дополнительными налогами. С таким предложением накануне выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерюш. Резкий рост стоимости нефти и газа на мировом рынке был спровоцирован вооруженным конфликтом в Украине и последовавшим вслед за эскалацией санкциями. В результате чего прибыль четырех крупнейших энергетических компаний Exxon, Chevron, Shell и Total Energies составила почти 51 миллиард долларов за последние три месяца. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. А морально, что нефтяные и газовые компании делают рекордные прибыли от нынешнего энергетического кризиса за счет беднейшего населения и сообществ. Общая прибыль крупнейших энергокомпаний за первый квартал этого года составила около 100 миллиардов долларов. Я призываю все правительства обложить налогом эти чрезмерные прибыли и использовать средства для поддержки людей, оказавшихся в наиболее уязвимом положении в эти сложные времена. В ряде стран Европы уже применяют подобные меры регулирования. Так, например, власти Великобритании ранее ввели 25-процентный налог на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний. Это позволит привлечь в госказну Соединенного Королевства около 5 миллиардов фунтов стерлингов. Аналогично налог действует и на территории Испании. Предложение ввести доп. налог на прибыль нефтяных компаний выносили и на рассмотрение Конгресса США. Однако, к единому мнению, политики так и не пришли. В администрации Байдена заявили, что продолжат добиваться снижения цен на нефть. Мы хотим добиться снижения цен на нефть на рынке и продолжим предпринимать шаги для этой цели. Напомню, ранее организация экспортеров нефти ОПЕК+, приняла решение увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Такое решение было принято из-за растущего спроса на нефть и нефтепродукты и недостатка свободных мощностей. Следующая встреча участников сделки намечена на 5 сентября. Майнинговый бизнес в Казахстане на грани исчезновения. Новые налоговые ставки могут погубить индустрию, считают казахстанские криптодобытчики. С начала следующего года им повышают тариф на электроэнергию, а это чревато последствиями. Страна рискует потерять крупных инвесторов. Некоторые уже покинули рынок. Однако у энергетиков свое мнение на этот счет. Обе стороны выслушала Сабина Балашкина. Один тенге за киловатт-час. Вот чем привлекал Казахстан самые крупные майнинговые компании. Сравнительно недорогой электроэнергии. Но со следующего года тарифы повысят. Оплатить налоги придется по прогрессивной шкале. Градация ставки будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии. Размер ставки платы за цифровый монет будет зависеть от стоимости 1 кВт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы. Верхняя шкала которой достигает 25 тенге. В случае использования дорогой электроэнергии, если стоимость за киловатт-час от 24 тенге и выше, будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге. При использовании возобновляемых источников электроэнергии ставка платы будет составлять 1 тенге за 1 кВт-час. При использовании собственной электроэнергии и плата в этом случае будет осуществляться по ставке 10 тенге за 1 кВт-час. При таких ставках развивать майлинг в Казахстане станет невыгодно, говорят криптодобытчики. Индустрия перешла в стадию стагнации, а некоторые компании уже обанкротились. Вероятно, что большая их часть переедут в страны с более удобным налоговым режимом. По мнению специалистов, майнеры готовы потребить все излишки, произведенные в Казахстане электроэнергии. Но мы к этому не готовы. Отрасль не осилит большую нагрузку. К тому же недостаточно резервов. Тот объем майнеров, который к нам перешел из соседнего Китая, мы чуть не захлебнулись. Тот процент потребления, который по итогу 2021 года 7%, он неслыханный. У нас все эти годы было 1,5-2%, и сразу 7%. Это не есть хорошо, с точки зрения того, что мы пока еще недостаточно подготовлены к таким уровню потребления. Изношенность электросети не гарантируют бесперебойные поставки. Чтобы решить проблему, эксперты предлагают разработать пятилетнюю программу развития отрасли, в рамках которой будут восстановлены региональные сети. В качестве альтернативы специалисты предлагают создать фонд развития электроэнергетики, который будет кредитовать энергопредприятия за счет налоговых отчислений, к примеру, тех же самых майнеров. Эти деньги коммунальщики могли бы использовать на восстановление изношенных электросетей и тем самым обеспечить стабильную подачу электричества не только населению, но и всему бизнесу. Сабина Балашкина, Артур Горшников, Хабар, 24. Телефонные номера, которые используют интернет-мошенники, заблокируют. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. Там налаживают совместную работу с операторами сотовой связи. За семь месяцев этого года, по данным МВД, совершено 12 тысяч преступлений. Ущерб составил 7 миллиардов тенге. Обманывают казахстанцев через интернет или по телефону. Зачастую злоумышленники выдают себя за работников банков. Министерстве предлагают наладить тесную работу с банками и внедрить систему идентификации сотрудников. Общественники считают, что пора создать платформу, где будет содержаться вся информация по борьбе с мошенниками. Но самое главное, нужно повышать финансовую и юридическую грамотность населения, уверены ведомстве. До начала нового учебного года осталось меньше месяца. А в области Абая несколько школ не готовы к первому сентября. В селе Екпен стены учебного заведения в трещинах, а классы в плесени. Из-за протекающей крыши комиссия закрыла спортзал. Когда отремонтируют школу, выясняли наши корреспонденты в регионе. Покосившиеся окна и двери, пошарпанная мебель, сырости, плесень. В таких условиях уже не первый год вынуждены учиться больше 300 детей. Школу нужно отремонтировать капитально. Учиться здесь опасно для здоровья. Постоянный запах плесени, и наши дети этим дышат. Стены отовсюду протекают. Кажется, что вот-вот рухнут. Спортзал тоже нужно привести в порядок. Руководство школы разводит руками. Средств на капитальный ремонт нет, а те, что выделили, едва хватает на побелку и покраску одного этажа. Несколько классов заплесневели, непригодные для учебы в них. В прошлом году мы их закрыли и проводили занятия в других учебных помещениях. Видимо, в этом году придется поступить так же. О проблеме местные власти знают. В районном отделе образования сообщили, сейчас готовится проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта школы. Точная сумма будет известна после проведения госэкспертизы. Затем мы подадим бюджетную заявку. Если средства выделят, то полный ремонт зданий школы мы проведем в 2023 году. Это здание построено 30 лет назад. Дети учатся здесь в две смены. Если школу срочно не отремонтировать, то ситуация уже в ближайшее время может ухудшиться. Кристина Алмаз, Казамат, Касымедед, Умирханов, область Абай, Хабар, 24. Сесть за парты в аварийной школе придется и детям села Атамикен в Западном Казахстане. Четыре года назад здание признали непригодным. Но учебный процесс там продолжается. Почему так происходит, выясняли наши корреспонденты. Стены разрушаются. Никакие подпорки здесь не помогут, говорит Динара Сердалина, исполняющая обязанности директора школы. Аварийным здание признали в 2018 году. А год назад три угловых кабинета полностью закрыли. Находиться в них стало опасно. Второй корпус здания сейчас разрушается. Стену подперли снаружи. Уже осыпался слой кирпичной кладки. Число учеников растет. В этом году на шесть детей больше примем в первый класс. В прошлом году одна смена училась в музее, но там холодно зимой. Как будем выходить из положения, не знаю. Под кабинеты приспособили даже пристроенный 10 лет назад актовый зал. С момента постройки в здании ни разу не проводили капремонта, рассказывают сельчане. Эта часть здания школы была построена в 1969 году. И здесь настолько прохудилась кровля, что в период дождей происходит замыкание электричества. А в этом кабинете учатся начальные классы. И здесь даже поставили такие вот подпорки для потолка и делают косметический ремонт, поскольку школа в этом году снова примет своих учеников. У меня четверо детей, двое уже окончили школу, двое младших еще учатся. Мы не хотим отпускать наших детей в эту школу. Мы беспокоимся за их безопасность. Крыша может обрушиться. Нам еще в прошлом году обещали, что начнется строительство. Но до сих пор ничего не сделано. В бюджете не было средств, говорят представители местной власти. Дело с мертвой точки сдвинулось в этом году. Разработан проект, а строить новую школу будут за счет средств компании недропользователя. Стоимость школы после экспертизы составила 938 миллионов тенге. Там, получается, будут современные классы, спортзал, актовый зал. За счет средств КПОБВ ведутся тендерные процедуры. До конца августа, в середине сентября, уже тендерные процедуры завершатся и начнется строительство данной школы. А пока в школе красят полы и белят стены, детям в Атамике не предстоит провести в ненадежных стенах еще один учебный год. Возить школьников в соседнее село родители отказались. Путокос Базарбаева, Балат Шарлгасов, Эльдар Аюпов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. Наши сапкоры в Западно-Казахстанской области продолжают отслеживать ситуацию по спортплощадкам. Напомню, за прошедшую неделю из-за сломанных тренажеров двое подростков лишились пальцев на руках. 11-летний мальчик погиб на футбольном поле. Кроме того, в селе Теректо 6-летняя девочка осталась без мизинца на игровой площадке. Всего с начала года в травмпункт областной детской больницы обратились почти 10 тысяч детей. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Более 6 тысяч получили травмы на улице. Власти Уральска заявили, что объявят конкурс на круглогодичное содержание и ремонт игровых площадок во дворах. До сегодняшнего дня их ремонтировали по остаточному принципу. За последние 10 лет в городе благоустроили 400 дворов, установили 76 спортивных площадок. После трагических случаев проверять их взялись и депутаты, и представители Акимата. Акимат не супермен. Ну, мы тогда, если исходить из такого принципа, мы должны прямо стоять на этих 76 спортивных площадках. В Акиме города была назначена служебная проверка, создана комиссия. На следующей неделе мы объявим о мерах, которые были приняты согласно результатам этой комиссии. Мы сейчас кого-то накажем приемом меры. В любом случае мы хотим отметить, что жизнь человека это не заменит. После вот этих трагических событий мы провели полный мониторинг всех площадок, составили план мероприятий. И уже начиная с того же дня, с 28-го, проводим работу. Там, где уже пришедшие в негодность и которые травмоопасны, оборудование, инвентарь, мы демонтируем. В Грузии обнаружили свинец в детской посуде. В последние годы повышенное содержание токсичного металла в крови у детей стало настоящей серьезной проблемой. К ее решению подключились ЮНИСЕФ и неправительственные организации. Юлету Жилкина с подробностями из Тбилиси. Повышенное содержание свинца обнаружили в детских керамических тарелках китайского производства в одном из торговых домов Тбилиси. Партия оказалась небольшая, чуть более 140 изделий. Товар сразу же изъяли, а успевших купить опасную керамику призвали воздержаться от использования. Свинец является отравляющим веществом, накопление которого влияет на целый ряд систем организма и особенно вредно для детей младшего возраста. Национальное агентство продовольствия получило срочное оповещение через международную систему, в частности о том, что польско-компетентная организация провела экспертизу керамических тарелок и обнаружила в них большое количество свинца. Мы максимально быстро отреагировали и сообщили импортеру. И продукты изъяли. Проблема повышенного наличия свинца в организме для Грузии не нова. В 2018 году в ходе исследований, инициированных детским фондом ООН, отравляющие вещества обнаружили в крови у более чем 40% детей по всей стране. Тогда одной из причин попадания токсичного металла в организм стали специи. ЮНИСЕФ продолжает работать с правительством Грузии. Уже на третьем этапе мы обеспечим систему надзора за отравлением свинцом. Это, во-первых, поможет стране контролировать уровень свинца, а, что самое главное, определит главные причины, главные источники отравления. Это очень важно, поскольку до сих пор не изучалась проблема так масштабно, были только единичные маломасштабные исследования. В поисках причины отравления организма свинцом исследования теперь проводят регулярно. В этом году ЮНИСЕФ совместно с израильскими учеными проверил источники воды в нескольких регионах. Всё в норме. В специях свинца тоже нет. Сейчас идёт проверка детских китайских игрушек. Итоги верификации будут в октябре. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Под Берлином взорвался и горит склад боеприпасов. Остановлено движение поездов и электричек. Наш корреспондент Шулпан Найманбаева находится на месте событий и готов рассказать подробности. Пожар, вспыхавший на складе боеприпасов, до сих пор не удается взять под контроль. Взрывы амуниции не дают возможность пожарным выполнять свою работу. Ещё одна причина, по которой не удается потушить пожар, это отсутствие специальных вертолётов. Все они направлены в федеральную землю Саксония, где также борются со стихией. По актуальным данным, жертв и пострадавших нет. Однако жителей и туристов просят не гулять в этом лесу и держаться подальше от места сгорания. Я напомню, на складе может быть до 50 тонн боеприпасов. По словам пожарных, в лесу слышны взрывы. Огонь уже распространился на территории в полтора гектара. Однако пожарные находятся в километре от места происшествия. И пока не могут взять ситуацию под контроль. На место происшествия приехала мэр Берлина. Давайте послушаем её комментарий. Территория приблизительно 500 метров от пожара, отцеплена полицией. Ближе подойти мы не можем, поэтому пытаемся обезопасить периметр. Нам помогают военные. Для нас очень важно, чтобы наши люди не пострадали. Поэтому все находятся на безопасном расстоянии. Никакие дома и постройки не пострадали. Они находятся в двух километрах от ЧП. Вся наша команда работает над тем, чтобы огонь не распространился дальше. А я добавлю, из-за взрыва на складе боеприпасов остановлено ЖД-сообщение. Также, как минимум до вечера, будет заблокирован один из центральных автобанов, ведущих в Берлин. Шулбан Айманбаева, Милослав Увиновский, Хабар-24, Германия. Во Франции экстренно выделят 20 миллиардов евро для защиты от инфляции наиболее уязвимых слоев населения. Соответствующий закон был принят в рекордные сроки. Уровень инфляции в стране уже превысил 6%. Это самый высокий показатель за последние 30 лет. Новый закон предусматривает повышение социальных выплат и пенсий на 4% в дополнение к уже проведенной в начале года индексации. Впервые премии работников и оплату сверхурочных не будут облагать налогами. А домовладельцам запретят повышать стоимость сдаваемых в аренду квартир более чем на 3,5% в год. Как отметили сами депутаты, эти меры краткосрочны, поэтому в будущем они рассмотрят предложения по устойчивой защите населения от последствий энергетического кризиса и вызванной им инфляцией. Закон был принят парламентом в рекордный срок. Мы проживаем очень серьезный энергетический кризис. 60% сегодняшней инфляции объясняется повышением стоимости энергии, с которым столкнулись наши соотечественники. В Петропавловске рушится берег реки Исиль. Вместе с ним уже в ближайшее время могут обвалиться и частные дома одного из микрорайонов областного центра. По словам жителей Зайсана, они со страхом ждут дождей и еще больше боятся весенних паводков. Репортаж Кристины Юсичевой. Видно, что тут подземные воды. Обвал идет весной. Летом дожди. Когда хорошие дожди, они тоже обваливаются. Активно берег реки обрушаться стал в 2018 году, рассказывает Кульзиян Сатанова. Тогда жители и начали бить тревогу. Еще недавно вот этот забор находился в 7 метрах от дома, а сейчас уже рядом с ним. Очень даже страшно. Ночью просыпаемся, думаем, дом на месте или мы уже там. Три года вот отписывают нас и Акимат, и МЧС, и передают нам эти бумаги. И все. Больше ничего не предпринимается. Они считают, что это нормально. В этот раз они сказали, что у нас метр еще до дома. Что он как бы не ушел совсем. К слову, экс-аким Петропавловска обещал укрепить берег. Но привезли пару машин мусора, и все на этом, говорит женщина. Она недоумевает, почему власти не реагируют. Ведь об опасности обрушения дали заключение в департаменте ПЧС. В течение последних 5-6 лет мы уведомляем Акимат официальными письмами. Участвуем в совместных обследованиях данного дома. То есть делаем то, что в нашей компетенции. Акимат должен принимать решение по этим вопросам, чтобы, как говорится, не было у нас чрезвычайной ситуации. Дом семьи Положковых, которые живут на соседней улице, признан аварийным 12 лет назад. И вот с 2010 года у нас техническое заключение, где написано. Дальнейшее проживание в доме города Петропавловской улицы Казахстанской правды опасно для проживания. То есть мы живем в опасности уже 12 лет. С того времени горожане стоят в очереди на жилье. Но она, к сожалению, не продвигается так активно, как берег реки, который уже совсем рядом. За забором у нас овраг, который постоянно обрушается. Вот живем, знаете, как на пороховой бочке. Как ливень, так страшно даже дома находиться. Вот знаете, думаешь, сколько же еще оторвется. А глубина там от 6 до 12 метров. Дома у нас все перекошено, вот замеряли. Где-то от 15 до 30 сантиметров вот такой вот наклон. Купить новое жилье пенсионеры не могут. Продать недвижимость тоже нереально. В отделе ЖКХ говорят, и у них денег на берега укрепительной работы нет. Отделам ЖКХ неоднократно с 2020 года подавалась бюджетная заявка для уделения средств для проектирования укрепления оврага по адресу ЖКХ 331. Но бюджетные средства не уделяются. В этом году опять же будет подана бюджетная заявка. А потом нужно будет выбивать деньги на его реализацию. Вот только для жителей такое долгое ожидание приближает их к чрезвычайному происшествию. Кристина Юсичева, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар 24. Казахстан и Андорра заинтересованы в развитии совместных туристических проектов. Об этом сегодня заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаила во время встречи с министром иностранных дел Андорры. По мнению Марии Убах, в нашей стране перспективным направлением можно назвать горнолыжный туризм. Напомню, государства подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Ожидается, что этот документ придаст дополнительный импульс развитию двусторонних связей и увеличению туристического потока. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.